Генеральный спонсор программы – компания «Хуавей». Здравствуйте! Это программа «Ревью». Наш спонсор – «Хуавей Пи-9». Его камера делает такие снимки, что количество фолловеров в соцсетях растет в геометрической прогрессии. И мы начинаем! Казахстан завоевал первое золото на универсиаде. Футбольный клуб «Кайрат» заплатил полтора миллиона евро за нового легионера. Алмаз Кишкембаев вернулся на сцену в новом теле. Трагедия одной семьи или как объединить сотни казахстанцев? В копилку казахстанской сборной на универсиаде наконец-то упало первое золото. Биатлонистка Алина Райкова победила в индивидуальной гонке на 15 километров. Спортсменка преодолела дистанцию за 59 минут и 48,7 секунды. За ней последовала еще одна казахстанка – Галина Вишневская. А замкнула тройку призеров – украинка Надя Белкина. Алина Райкова получила звание чемпионки зимней универсиады в 2015 году и участвовала в Олимпийских играх в Сочи. Чемпионка родилась в Щучинске в семье спортсмена и педагога. Алину с детства тренировал ее отец Сергей Николаевич, который оказывал ей моральную и психологическую поддержку. В полку алматинского Кайрата снова прибыло. Футбольный клуб подписал контракт с хорватским полузащитником Иво Ильичевичем. Отметим, что игрок входит в десятку самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги и оценивается в целых полтора миллиона евро. Такая новость стала настоящей неожиданностью, ведь буквально неделю назад сообщалось, что хорват планирует продолжить строить карьеру в чемпионате России. Спортсмен попросил своего агента найти ему подходящий вариант. В первую очередь рассматривался вопрос о его переходе в один из московских клубов. Иво покинул махачкалинскую команду Анжи, за которую играл с августа прошлого года. Причина – перезаключение контракта с последующим понижением зарплаты. Отметим, в текущем сезоне Ильичевич забил три гола в 14 матчах. Удар поворотом, штанга и гол! Два ноль! Однако дорогостоящего полузащитника привлекло предложение Кайрата. Футбольный клуб подписал с ним контракт на два года с возможностью продления на один сезон. Другие детали пока неизвестны. По словам заслуженного тренера Республики Казахстан Бауржана Сарсикенова, Иво может принести Казахстану немалую пользу. Игрок быстрый, техничный, креативный игрок. Я думаю, сейчас ему надо быстро адаптацию пройти, привыкнуть к футболистам, к партнерам и тренерские идеи. Главный тренер – Кайрата Цехазадзе. Он привержен такой техничной и комбинационной игре. До России игрок принадлежал немецким клубам Гамбург, Бохум, Гройтерфюрт, Кайзерслаутерн и Дармштадт. Итого он забил 18 голов в 134 матчах. Помимо этого он три года состоял в сборной Хорватии. За 10 игр футболист отметился красивым голом лишь раз, забив его в матче со сборной Чехии. Этому способствовала курьезная ошибка голкипера. Что ж, надеемся, наше поле также вдохновит Иво на подвиги, как и Аршавина. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов, Ревью. Они восхищаются символом универсиады и удивляются в форме казахстанских полицейских. Участники главного спортивного события этого года делятся впечатлениями на своих страницах в социальных сетях. Студенческие игры в самом разгаре и продлятся они до 8 февраля. В Алматы прибыли гости более чем из 55 стран, а многие из них оказались в Казахстане впервые. Размах универсиады приятно удивил иностранцев, а впечатлениях они делятся на своих страницах в соцсетях. Это команда спортсменов из Белоруссии. Они снимали церемонию открытия на свои смартфоны. Корейским болельщикам приглянулись объекты универсиады и сувениры, изображения которых заполонили Инстаграм. Англичанам пришелся по вкусу символ универсиады – сокол Сункар. Впрочем, ледовый дворец Алматы-Арена тоже получил свою минуту славы в соцсетях. Британская модель Виктория Модеста умудрилась сфотографироваться в полицейской фуражке. Гости из Чехии успели даже примерить казахские национальные костюмы. Другие же предпочли смонтировать фотоподборку. Голландцы решили продемонстрировать, что подают на завтрак в атлетической деревне. Польский спортсмен Даниэль Тулко даже прикупил колье с казахским орнаментом для своей жены. Я купил своей жене очень красивое, я не знаю, как это называется, прекрасное национальное колье. Оно действительно шикарное. Всего в Казахстан на период проведения зимних игр приехало более 30 тысяч иностранцев. Соревнования продлятся чуть более недели. Спортсменам и гостям остается пожелать удачи. Виолетта Тельманова, Асима Тунгушбаева, Руслан Хасанов, Ревью. Кстати, на той же универсиаде Алмаз Кишкембаев продемонстрировал, как он похудел. Артист ранее заявлял прессе, что стесняется выходить на сцену из-за лишнего веса. Зато сейчас похорошевший и постраневший певец хвастает своими новыми фото. Универсиады что снова в форме. Правда, секретом своего успеха он делиться не захотел. Зато спортивные тренеры с радостью это сделают. На первой стадии мы своих клиентов не садим сразу на какую-то диету сильную. Сначала человек работает, тренируется. Мы его вводим плавно в тренировочный процесс. Потом под него мы уже считаем диету кардинально. Под этого человека расписываем, сколько ему нужно на день белков, жиров, углеводов. План питания расписывается строго по времени. Понятно, что исключается все сладкое, мучное и вредное. Трудные зоны у мужчин – живот и бока. Когда человек начинает тренировки, первыми худеют руки, ноги и лицо. Больше базовые упражнения. Так как базовые упражнения, силовая нагрузка, она затрачивает намного больше энергии, чем, допустим, если человек будет приходить просто и часами делать кардио без, будем говорить, силовых нагрузок. Тем самым он помимо жира еще будет терять мышечную массу. Человек теряет мышцы жиром и практически не худеет. Такая программа помогла 25-летнему Бигзату сбросить 12 кило за два месяца. Правильное питание и не жалея себя, надо тренироваться. Я весил 88 килограмм, ростом 165 сантиметров. Я в последнее время начал замечать, что я нигде не успеваю. Я не так уж быстрый стал. А следующий наш герой утверждает, что всегда любил покушать и был пухленьким с детства. Однако он никогда не комплексовал. Зато проблемы со здоровьем покоя не давали. Была дышка, сердце, ноги. Способы и правила заключаются только лишь в одном. То есть снижение количества потребляемых калориев. Каким способом это будет достигаться, это уже не важно. У меня произошло кардинальное преображение личности. Из грузного, малоподвижного мужчины превратился в энергичного, активного молодого человека. Константин потерял в весе 50 килограммов за полгода. По его словам, хорошей мотивацией являлось то, что за его похудением наблюдали подписчики. Общее внимание к проблеме помогает, кстати, многим людям. Так что хватит просиживать свои диваны, пора избавляться от пузиков всеми способами. Виолетта Тельманова, Рызбай Акыш, Руслан Хасанов, Ревью. Я люблю тебя, Ак-Ярке. Фильм, основанный на реальных событиях, сплотил сотни казахстанцев, собиравшие деньги не только на лечение анкобольной девушки, но и на съемки самой картины. Благотворительность и краудфандинг. Есть ли им место в Казахстане? Фильм о девушке Ак-Ярке демонстрирует самые теплые чувства и вызывает неординарные эмоции. Она приехала в Астану учиться и следовать своей мечте. Добрая и милая девушка обрела друзей, нашла свою любовь, но не все так гладко, как казалось бы. Ак-Ярке – это была ученица, студентка нашего университета искусств, Казахский национальный университет искусств. На третьем курсе она заболела раком крови. И все студенты, все вместе, как единое целое, помогали, собирали деньги, работали на концертах, каким-то образом собирали деньги на лечение. Она болела раком крови, лейкозом. Фильм о том, как одна маленькая история сплотила тысячу сердец. Фильм о доброте. Это не драма с многомиллионным бюджетом. Кинолента была снята своими силами. Начинающие режиссеры написали сценарий, а актеры бесплатно сыграли. Как такового бюджета в этом фильме не было. Никакого финансирования со стороны не было, потому что все средства мы искали сами, искали помощи. Хорошо, что все шли нам навстречу. В этом фильме даже актеры играли бесплатно. Фильм «Я люблю тебя» о Кьерке стал одним из ярких примеров того, как на голом энтузиазме и отзывчивости окружающих можно добиться создания полноценной картины. Такой способ финансирования называется краудфандинг. За рубежом он давно популярен, а в Казахстане появился совсем недавно. Краудфандинговая платформа у нас это не очень развито, потому что это достаточно сложный момент. Потому что люди обычно не готовы платить за то, что они не видели, что еще не существует. То есть должен быть какой-то готовый продукт, чтобы под него кто-то выдавал деньги. В мировом кинематографе краудфандинг нашел свою нишу в индустрии. Например, посредством народного финансирования был снят фильм «Хотел бы я быть здесь? Достань меня, если сможешь» со Сильвестром Сталлоне. 28 панфиловцев и многие другие киноленты. Ну, казахская, канавцы, там действительно сильно потрудились и Министерство культуры, и продюсеры, чтобы донести, что это важный был стратегический проект, имиджевый для Казахстана. Вопрос в проекте. Есть исторически значимые проекты, типа Казахского ханства, есть социально значимые, типа этого фильма. Есть кино развлекательное, которое действительно требует больших затрат. Благотворительность и меценатство играют немаловажную роль не только в кинематографе, но и в других сферах. Для того, чтобы внести свою лепту, достаточно зайти на специализированный сайт и сделать перевод денег. Ведь творить добро совсем не сложно. Нель Базунов, Асим Антугушбаев, Респая Кыш, Новости Ревью. Продолжаем выпуск. Вы еще думаете, что старость не радость? Как раз-таки наоборот. Скидки в магазинах и аптеках, бесплатное лечение и много других плюсов открывают в себе жизнь после 60 лет. Жить комфортно можно при любых условиях. О том, с чего начать, смотрите в следующем сюжете. Накануне в сети был опубликован рейтинг самых лучших стран для проживания пенсионеров. В тройку вошли Мексика, Панама и Эквадор. Уровень стран оценивался по развитию инфраструктуры и качеству медицинских услуг. Казахстан в список не вошел. 74-летняя алматинка Майзе Койкеновна считает, что в нашей стране условия ничуть не хуже. Несмотря на свой преклонный возраст, женщина полна бодрости. Я не могу сидеть на месте. Мне надо двигаться. Движение – это жизнь, здоровье. А то эти лекарства все пенсионеры жалуются, деньги уходят на лекарства. А лекарства действительно очень дорогие. Но я стараюсь лекарства вообще не пить. Хожу, купаюсь в холодной воде уже 20 лет. Майзе Койкеновна ведет активный образ жизни. Ходит в бассейн, играет на пианино и проходит наблюдения в санаториях, путевки в которые она приобретает со скидкой. Бывают даже путевки со скидкой 25% пенсионерам, 25% от базовой пенсии. И в основном лекарства какие-то бывают, у них льготы. Некоторые пенсионеры успевают даже подрабатывать и умудряются помогать своим детям. Финансисты предлагают несколько способов сэкономить и более того, приумножить свой доход. Если у работающих людей времени нет, вот входить в правление КСК или контролировать, какие-то ревизии, контроли, проверки проводить, то у пенсионеров этого времени достаточно. Почему бы не войти в состав правления? И тогда, тогда работающие люди могут сказать им спасибо, и это может привести к существенной экономии по квартплате. Кто-то из пожилых людей проводит время с внуками, кто-то рукодельничает, а в век высоких технологий находятся и те, кто решил их освоить. Найти увлечение, будучи на пенсии, и при этом не тратить много денег, возможно. Нужно лишь желание. Наиль Бузунов, Асим Антон Гужбаева, Ганикалуов. Новости ревью. Популярный телеведущий Алан Черкасов поделился радостной новостью. Он сообщил о выходе своего клипа «Я назову тебя планетой». Дебютная работа Алана выходит уже завтра, 1 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных. Кстати, в видеоролике снимается и любимая супруга Черкасова Анастасия. Клип выходит в рамках авторского альбома «Монс», релиз которого намечен на лето этого года. Ведущий признался, что исполняет песни в первую очередь для души и пообещал почаще радовать своих поклонников. А сейчас я передаю слово Кате и Биржану, которые расскажут о наших первых победах на универсиаде. Вот и настал этот момент. Их первые медали получают лучшие атлеты. У Казахстана копилка, кстати, тоже не пустая. Эти две девочки были в числе первых, кто сегодня принесли нам бронзовую и серебряную медали, соответственно, по фристайлу, если я не ошибаюсь. Правильно? Тяжело было? Да, соперничество было. Очень тяжело. Родные стены помогли. Но переживаний было больше. Так было бы золото, наверное? Рассчитывали на золото. Получилось вот так. В следующий раз. За универсиадой следите? Конечно. Пришли кого-то поздравить? Да, с сестренкой. С сестренкой вашей? Поздравляю вас. Это круто, очень круто. Кто у тебя победил сегодня? Моя сестра, ее зовут Алда Бергенова Жамбута. Я рада, что моя сестра победила. Ну что ж, по итогам первого дня казахстанцы-биржан закрепились на пятом месте. На пятом? Ну, я уверен, наши простофору дают. Посыпятся еще золотые медали. Копилку не будем успевать подставлять. Вот я тоже так думаю. Особенно глядя на то, как тренируются наши конькобежцы, в победе я еще больше уверена. Катя, мне кажется, ты половину упражнений из этих не усилит. Как ты говоришь, с моими-то ногами я еще не такой усилит. Спорим? Спорим. Кстати, растяжка у конькобежцев ничуть не хуже, чем у акробатов. И если вы думаете, что для бега по прямой она не нужна, то вы глубоко ошибаетесь. Ну что ж, пойдемте посмотрим и попробуем выполнить пару упражнений. Ух, честно сказать, я уже устала. Анастасия, по сколько часов в день, скажите, вы занимаетесь? В среднем уходит, наверное, где-то два с половиной часа. Максимум, наверное, до трех доходит. Все зависит от тренировки, от поставленной задачи. Покажи мне, пожалуйста, самое сложное упражнение на велосипеде. Мне просто надо кое-кому доказать. Знаете, что здесь такое? Это колесо, в котором можно регулировать тяжесть. Попробуем. До конца его поворачивать, да? Ну, как ты можешь, сколько у тебя хватит сил. Ага. А ты во мне не сомневайся, как говорится. Ох, ничего себе. На самом деле у меня ноги уже забились до страшной силы. Я не знаю, как вы все это выдерживаете, но однозначно удачи вам. Спасибо. Я не думала, что ты такой жаркий. Слушай, ну давай я уступлю тебе вместо первого. Потому что мы на себе испытали ваши тяжелые тренировки. Так вот, как у вас они проходят? Расскажите немножко о них, если можно. Тяжело, если честно, пребывание на равнине. И сюда в городе приехал. Тяжело дышится. Условия нормальные. Мы как бы с Сибири, Урала, мы привыкли к таким условиям. Между прочим, универсиады – это не только спортивные соревнования, но и светские рауты. И, кстати, вчера польское консульство провело официальный прием. У нас есть эксклюзивные кадры. Сборная Польши вчера завоевала две медали в классе сноуборд. Мы решили собраться, пригласили гостей. И вот честную наших атлетов. Я сам люблю больше волейбола, но с гордостью разделяю участие всех спортсменов универсиады. Ну что ж, сегодняшний день соревнований уже подходит к концу. И мне пора торопиться на медал-плаза, чтобы увидеть наших медалистов. Пока-пока. Спасибо Биржану и Кате. Мы очень гордимся нашими победами. Ну что ж, мы с вами прощаемся. Это была программа «Ревью». Смотрите нас по будням в 19.30. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил бренд «Лав Репаблик». Выражаем благодарность за предоставленную одежду ведущим сети спортивных магазинов «Спортмастер». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...